Иногда, глядя на кремлёвскую пропаганду, ловишь себя на мысли. Если бы существовало Королевство Кривых Зеркал, то оно выглядело бы именно так. Где даже самые очевидные факты переворачивают с ног на голову. Первыми тему подняли депутаты Херсонского горсовета, некогда активного члена красного пояса. И лишь после подобные заявления приняли традиционные сепаратисты Западной Украины. И вот уже жители западных областей Украины в новороссском телевизоре превращаются в сепаратистов. А в войне на Донбассе виновата то Меркель, то проклятые американцы. К сожалению, напряжённость в Донбассе будет сохраняться, потому что это в первую очередь выгодно США. И это при том, что в самой России, правда, уже прорывает пелену цензуры. Я считаю войну с Украиной преступлением. Тот, кто развязал эту войну, является преступником. Слава Украине! В эфире духовной импортозамещённой комсомолочки. Я готов вести дискуссию только в случае, если мой оппонент признаёт свою вину и ответственность. Если он не участвует, не признаёт это, я покидаю студию. Ну, насколько я понимаю, Игорь Иванович... Это уже не просто звоночек, это новая реальность, где кремлёвская пропаганда не вытягивает уже даже граждан РФ. А всё, что остаётся Путину и компании, это имитировать международную любовь и поддержку. Причём всюду таская одних и тех же кукол. Поговорим об этом с тем, кто уже несколько лет пытается закричаться до мировой общественности. Гунар Линдеман, политик, вновь прибыл в Донецк. Вот и этот мужичок без гармошки с пафосом подавался пропагандистами, как видный депутат из Германии. Да и сама кукла, приехав в Донецк, била себя в грудь и рассказывала байки, как Европа задушит Украину финансовыми санкциями. Страны Европы, знаете, уже устали спонсировать войну на Украине. Украина останется полностью без денег, без финансирования, а это значит, что она никак не сможет спонсировать военные действия. Слушать такое от европейца было как минимум странно, но потратив всего минуту, тайное становилось явным. Дело в том, что товарищ депутат к Бундестагу никакого отношения не имеет. Это всего лишь представитель пророссийской альтернативы для Германии в одном из городских советов. Насколько жизнь в ДНР изменилась. Республика совершенствуется каждый день. Улучшается инфраструктура, здравоохранение, насколько я знаю. То есть никто из ниоткуда. Но посмотрите, как массово разгоняют ряженого кремлевские СМИ. Крым. Дорогие дамы и господа, я рада быть снова здесь в Крыму, но, к сожалению, я сюда приехала с глазами полными слез. Донбасс. 90% обстрелов за год исходят с украинской стороны. Солдаты получают дополнительные деньги за то, что начинают обстрелы. Напомним, депутат парламента Берлина всячески содействует признанию Европой Донецкой Народной Республики. И везде чудак от имени Германии говорит. Вот что это, если не королевство кривых зеркал? И сколько ни говори по телевизору о том, что все прекрасно, все понимают, что это в телевизоре, а это в реальной жизни. И вот такая подмена правды касается ровным счетом всего. Опять-таки, вопросы международной поддержки. Вы бы видели, с каким пафосом они подают визит Пушилина в Абхазию. В дружественном государстве состоялась церемония инаугурации Рауля Хаджимба. Денис Пушилин принял участие в официальных торжествах. Где донецкий батя так задорно поздравлял местного папика, что благодарные слушатели храпели прямо в кадре. Важнейшую задачу – это лицо. Но главное было в том, что встреча трех никем не признанных одиночеств подавалась как очередная международная победа. Мол, куда там США и Евросоюзу? Мы вот с Абхазией и Южной Осетией контакты наладили. Денис Владимирович, вы сегодня впервые в качестве главы в Абхазии. И так получилось, что встретились и Абхазия, и Осетия, и Донецкая Народная Республика. То есть понимаете, как это у них работает? Причем не только на внешнем, но и на внутреннем уровне. Экономический кризис на оккупированных территориях дошел до своего пика. И пока по телевизору кричат о победах... В Донецкой Республике восстановлено 6155 предприятий, а более 2000 вновь созданы. Экономические показатели в ДНР растут. Даже сами боевики признают. Пушилин, конечно, весело развлекается по Абхазиям. Но в это время десятки тысяч металлургов думают, чем бы накормить своих детей. ДМЗ, о котором лжец Тешин говорил, что все работает, так и не запущен и остановлен полностью. И запускать его не будут. Завод консервируется. Сливается вода с системы охлаждения печей. ДМЗ на консервации. Алчевский и Накиева в ожидании той же участи. Уже сейчас две печи не могут работать при всем желании. Нет кадров. Поступает информация о готовящейся остановке ЕМЗ, а затем Алчевского медкомбината. Приплыли клоуны. И еще раз, здесь не спишешь, на Укра-СМИ все врут. Автор поста Тинянский, один из видных строителей русского мира. То есть даже идейные недоросцы уже не готовы мириться с ложью по телевизору, где на фоне рекордного обнищания людей крутят одни победы и праздники. Главное для республики тема на этой неделе – пятилетие народной милиции. К своему пятилетию народная милиция подготовила сюрприз – парк «Патриот». Символично, что новый комплекс открылся на территории бывшего луганского аэропорта. Нет зарплаты, на шахте кормят обещаниями, заводы месяцами стоят в ожидании заказов. А вот вам, ребята, вместо денег – танковый вальс. Танковый вальс – эффектная часть выступления. Боевые машины, которые предназначены для войны, в прямом смысле слова, кружатся в танце. Детей кормить нечем? Ничего, вон посмотрите на голодный желудок, как один ряженый другим ряженым медальки раздает. Основной задачей является защита рубежей нашей республики от украинской агрессии. От главы республики отличившиеся военные получили медали за верность долгу, за спасение жизни, за веру и волю. Причем, присмотревшись к медалям на груди новоросов, можно сделать вывод, что там через одного еще и 40-летние ветераны Второй мировой. Иначе чем объяснить вот такие награды, которые они таскают по поводу и без? Видя все то, что творила украинская армия, я просто не мог остаться безучастным и поэтому пошел защищать свою родину. Кроме того, нельзя не отметить, что на таких показушных мероприятиях отлично видно, как боевики соблюдают, а точнее не соблюдают минские договоренности. Ребятки, которые весь год истерично кричат о мире. Мы показываем, что готовы выполнять договоренности и хотим мирного решения конфликта. Вдруг проводят парад в Луганске, где светят не только танками, но и артиллерией. Вслед за пешими колоннами выходит боевая техника, открывает механизированную часть боевые машины пехоты. Следом за ними танки, артиллерия и активные системы. Напомним, все это должно было быть отведено еще несколько лет назад. То есть люди просто плюют на все договоренности, а по телевизору переворачивают правду с ног на голову. Они видят нас через снайперскую оптику, а мы слышим, как они стреляют. Но благо пули до нас не долетают. До украинских позиций чуть менее километра. И вот эта безнаказанность дошла до того, что стрельбу из гаубиц показывают даже в детских программах и сюжетах. Лучший гаубичный артиллерийский взвод подготовил для ребят показательное выступление, а также предоставил возможность примерить на себя роль военнословщего. Причем уточним, не просто показывают, а предлагают детям пострелять. Увидел, увидел, как стреляют из гаубиц. А предшествует всему этому массовый вынос мозга подрастающему поколению. Просто посмотрите на этот лютый Советский Союз в худшем своем виде. Еще чуть-чуть. Последний бой. Он трудный самый. Все в военной форме. Какие-то затейники выдумали речевки из серии «За родину, за Сталина». За вас, за родину, мать! Верь, как молния, не спря отступать! Не страшны испытания серьезные. Мы сильные, ловкие, грозные! Смотреть на это больно, хотя и понятно, что дети ни в чем не виноваты. Просто им не повезло. Ведь пока их сверстники по всему миру тянутся к прогрессу и новым технологиям, в русском мире предлагают подрастающему поколению лозунги, а потом пострелять из гаубицы. Самому удалось пробовать зарядить? Да, удалось. И стрелять удалось. Ведь Кремль рассматривает их исключительно как пушечное мясо. Не зря же они в Донецке и Луганске паспорта выдают. Как говорится, освоил паренек стрельбу, и можно за Путина где-нибудь в Сирии умирать. Ведь чем дешевле мясо, тем проще многоходовка. Это правило в Кремле освоили давно.